Слава Иисусу! Во-первых, прежде всего, я хочу вас пригласить на наше собрание богослужения. Если у вас есть желание, то приходите. Я вас прошу, приходите. И будете разделять живое общение с верующими. Не просто смотреть, а разделять. Аллилуйя! Можно быть наблюдателем, а можно быть участником. Будьте участником, будьте частью церкви. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Дух Святой излился, когда они были вместе. Не порознь, а вместе. Вместе. Представьте, 120 человек в маленькой квартирке. Ну, я не знаю, насколько она маленькая, Библия не говорит, но была горница. В Израиле не было больших домов. 120 человек. Там дышать, может быть, нечем было. Жарище было. Не было кондиционеров. Но у них была жажда собираться вместе. И знаете, что? Написано. Прямо так написано четко. Когда они были единодушно вместе, вдруг, вдруг, представьте, сделался шум с неба. Дух Святой излился. И понеслось. Движение Святого Духа. Исполнение Святым Духом. Исцеление, освобождение, воскрешение из мертвых, покаяние. Просто так, слава Божия, хлынуло. Представьте. Но кто-то был вот этим родоначальником. Те люди, которые вот первые, как сказать, пионеры. Они вот именно собирались вместе и ожидали. Представьте. После смерти и воскресения Христа, написано, Христос, Иисус явился более 500 братьям в одно и то же время. Да? Мультилокация. Когда Иисус одновременно мог посетить всех. Понятно, он Бог. Представьте, более 500 братьев он посетил. А в день Пятидесятницы было только 120. Где остальные были? Конечно, у каждого есть извинения. Но представьте, ты же сам себя лишаешь. Это тебе нужно. Тебе нужно. Бог изливает, когда мы все вместе. Не когда мы порознь, а когда мы вместе. Единство. Аллилуйя. И я хочу также поделиться с вами теми размышлениями, которые мне сейчас приходят в это время. Послушайте очень внимательно. Многие люди, которые верят в Бога, на самом деле они с Богом общего ничего не имеют. Я сейчас не говорю про неверующих людей. Послушайте то, что мне Господь открывает. Это серьезные вещи. Я сам задумался. Я сам стал обращаться к Господу. Люди, которые верят в Бога, уверены, что они верят в Бога и все нормально в их жизни. Не знают Бога. И они ничего общего с Богом не имеют. У них нету связи. У них нету завета. Знаете, есть такое местописание, где Иисус говорит, я знаю моих, и они знают меня. И идут за мною. Иоанна 10, 14. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Представьте. Я знаю моих, моих, и мои знают меня. В последний день на суде многие верующим будет сказано, сам Иисус предрек это пророчество, что многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, и Он скажет, я не знаю вас. И знаете, как еще в другом местописании сказано, я никогда не знал вас. Вы знаете, я уже не первый день верующий. И меня это так сильно шокировало, меня это отрезвило, как будто в меня воды вылили. Как это нужно сегодня быть внимательным, потому что за тобой идет охота. За тобой идет охота, поверьте. Мы знаем, что в жизни Давида на него была охота. За ним охотился враг. Большой Голиаф не смог его убить, но его могла убить женщина. Представьте. То есть ввести в грех, скажем, не убить, а ввести в ужасный грех. Грех, убийство, насилие. Представьте. Царь Божий. Царь Божий. Такое мог сделать. Почему? За ним велась охота, а он этого не знал. Послушайте, был Самсон. За ним также был велась охота. На тех людях, на ком есть помазание, они в списке врага, в самых первых строчках, в топе. Вы не представляете, какого вида может быть охота. Она может быть охота не такая, что тебя угрожают страхом, а тебя отвлекают, тебя привлекают куда-то. Вот почему Иоанн предупреждает нас, апостол Иоанн, не любите мира не того, что в мире. А что в мире? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все. Вот что есть мир. Никто не говорит, что там не одевайтесь в одежду, которую сшили в мире. Одевайтесь только в одежду, которую сшили в церкви. Никто об этом не говорит. Это нормально. Но любить именно мир, дух, похоть, вот это запретное желание. Итак, тема проповеди. Ходатай Нового Завета. Евреям 9.1.1. 9.1.1. О чем бы это говорило нам? «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую, с кинью, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вечное искупление. Что это значит? То, что Иисус Своей кровью нас выкупил. Выкупил – это означает, что мы принадлежали раньше, потом мы перешли на другую сторону, и Ему пришлось из ломбарда нас выкупать. Понимаете? Мы были заложены в ломбард. Но Иисус, написано «искупил», это означает повторно. Ты как бы выкупил свое. То, что и так было твое. Купил. И Библия говорит, что мы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. Смотрите. Иисус совершил, приобрел вечное искупление. Это означает, что каждого человека Иисус искупил. Но, поверьте, в жизнь человека приходит прощение, искупление только тогда, когда он обращается к Господу. До этого момента это все остается только в теории. 15 стих, Евреям 9, 15. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Обещанное. Обещанное. Плюс я еще там десятину плачу, приношения плачу, там, знаете, я Библию читаю, я молюсь. Послушайте, это правильно, это все хорошо. Но не надейтесь на это, потому что где-то что-то зарыто. Обязательно. Обязательно где-то есть. Умытому нужно только ноги умыть. Все-таки ноги-то грязные. Каждого человека ждет серьезное разбирательство, то есть суд. За грехи, за мысли, за то, что мы могли бы сделать и не сделали. Послушайте, даже за это нас будут судить. Вы скажете, как это? Это же мое дело, хочу делаю, хочу не делаю. Послушайте, Иисус рассказал притчу о добром самарянине. Представьте, был избит человек, он уходил из Иерусалима в Ерехон и по пути попался разбойником. Они его отдубасили, как только могли, сняли с него все вещи и убежали, оставили его избитым и раненым просто на дороге. И убежали. Представьте, следующий кадр, следующий момент. Тою дорогою шел священник. Он, увидев этого человека, избитого, израненного, которому нужна просто скорая помощь. Прошел мимо. Представьте, увидел нужду у человека. Тут не вопрос, виноват, не виноват, тут надо спасать. Прошел мимо. Левит, служитель, да, с группы прославления, так же шел той дорогой. Вообще у меня вопрос, что они из Иерухона, ой, из Иерусалима шли в Ерехон. Иерусалим находился на горе, Ерехон находился внизу. Ерехон это переводится город смерти, Иерусалим это город Божий. Представьте, что он от Бога уходил в Ерехон. Что он там делал? От Божьего дома, из Божьего дома он уходил в мир. Почему священник шел в Ерехон? Это вообще не надо, его там ничего не ждало. Зачем он туда шел? Неизвестно. Можно только догадываться и фантазировать. Но написано, что тою дорогу шел самарянин. И написано, человек, да, ничего о нем не сказано, ни имени, ничего. Просто сказано, самарянин. И написано, он увидев его, знаете, что сделал? Сжалился. Вот чего у людей сегодня пропадает. Жалость к людям, сострадание. Он увидел его в таком избитом состоянии. Он срочно соскочил со своего осла. Перевязал его раны. Вином очистил, продезинфицировал, маслом помазал. Посадил на своего осла очень нежно, аккуратно. Представьте, кто с бомжами. Знаете, можно что на человека нагрешить. Подумать, да это бомжара, да так ему и надо. Да пусть его жизнь научат. Послушайте, не надо судить людей. Вы же не знаете, что произошло с ним. Какие у него были свои войны, и он проиграл их. И теперь ему нужна помощь. Сам он не может уже помочь. Поймите, есть такие люди. Есть, к сожалению, такие люди. Которые сами себе уже помочь не могут. И для этого Бог имеет церковь на земле. И через нее он действует. Он говорит одному, иди помоги там, иди помоги там. Он управляет. Представьте, верующие непослушные. И написано, он их привез в гостиницу. Заплатил за два дня. Потом сказал еще. Если он больше проживет, будет восстанавливаться. То я еще потом приду, я тебе заплачу. Поверь мне. Представьте. И вот в нашей жизни, к чему я рассказал эту притчу. В нашей жизни иногда мы проходим мимо чужих проблем. Мимо чужих бед. И плюс еще и сплетничаем. Еще и наговариваем на них. И т.д. и т.п. Это так ему и надо. А нечего. В следующий раз будет знать. Понимаете? Неужели Господь так же к нам говорил? А что я пойду на землю умирать за этих грешников? Они сами виноваты, что дьявола выбрали. Нечего было змея слушать. Ушли от меня. Предали меня, да? Ну вот и идите гуляйте. Послушайте. Вообще у Господа другое мышление. У него нету такого подхода. Комбинации такого момента нет. Это у людей есть такое. Потому что они уже во грехе. У них злость есть. А у Господа он говорит, я их люблю все равно. Да, это мои маленькие предатели. Но я знаю, как их вернуть. И представьте, мы все предали Бога. Все своими грехами. Мы распяли Христа. Мы его предали. Мы его просто отказались от него. Мы судим Петра, который трижды отказался. Что, мы никогда не отказывались, что ли? Да, в обществе мы иногда скрывали, что мы верующие вообще. Так же само поступали, как Петр. Где надо было бы восстать за правду и сказать, знаете, а вот Бог так или в твоем присутствии хулили Бога. Я однажды сатаниста одного чуть не благословил в лифте. Однажды еду в Москве. И заходит такой. Еще и молодой заходит. Длинные волосы, крест перевернутый. Вот такой сантиметров, я не знаю сколько, сантиметров 10 перевернутый. Так и хотелось с ним поговорить в лифте. Разве это метод? Знаете, это как плотское такое, знаете, решение. Да слушай, я еще сам был в таким, еще вчера можно сказать, только без креста по-другому. Другой вид греха был. И что мне теперь сатаниста бить? Ему нужна любовь, ему нужна милость. У него нет любви. Он пытается как-то по-другому это получить, привлечь внимание. Итак, я возвращаюсь. Мы будем судимы за то, где бы мы могли сделать добро и не сделали, мы прошли мимо. Суть этой притчи, которую Иисус рассказывал про дом Роса Марианина, не проходи мимо. И тогда он этому законнику спросил, ты понял, кто был ближний? Он сказал, оказавший ему милость. И знаете, что Иисус сказал? Ты иди и поступай так же. Представьте, он сказал, я не просто вам рассказал классную историю на ночь, чтобы вы заснули. Я вам рассказал, что вам надо делать добро, когда вы видите у людей беда, не надо их осуждать, им надо помогать. Я знаю, что это трудно. Я знаю, потому что у нас у всех есть свои проблемы. У нас у всех есть свои заботы, нужды свои. Каждого человека, поверьте, вы думаете, вы верующий, вы избежите суда. Каждого ждет серьезное разбирательство. Знаете, люди сегодня говорят, да что там вот так фанатеть Богом? Просто будь человеком. Просто, просто будь человеком. Послушайте, может быть, это для земли катит, быть просто человеком. Например, не надо никого предавать, не надо никого подставлять, не надо никого грабить. Будь просто нормальным, честным, порядочным человеком. Послушайте, этот уровень, будь просто человеком, он может быть годится для земли, но не для святых небес. Я это понимать становлюсь еще больше и больше, начинаю это понимать, что тебе нужна не своя праведность, не на свою праведность ты должен рассчитывать. Я такой верующий. Какой ты верующий? А если за тобой поставить видеокамеру и наблюдать 24 часа досконально, и будут это делать 10 тысяч человек, сотрудников, и до конца твоей жизни, и ты будешь знать об этом, вот посмотрим, как ты будешь жить. Тебе будет очень неловко? Вы думаете, такого нету? Когда цель поставлена, такое есть. Именно поэтому нам необходим тот, кто бы мог заступиться за нас и оправдать. Послушайте, за нас надо заступаться. Знаете, почему? Потому что откровение 12 глава написано, что клеветник дьявол клевещет пред Богом на наших братьев день и ночь. Клевещет, он приходит как прокурор. Знаете, задача прокурора – обвинять. Не оправдывать, поверьте. Задача адвоката, ходатая, ходатая Нового Завета означает адвокат, который защищает. Его задача – оправдать. Задача суди – судить, вынести приговор. Итак, прокурор обвиняет, адвокат оправдывает, хочет выиграть дело. Судья взвешивает и судит. Представьте, вы пришли в вечность, и у вас нет адвоката. И вы пытаетесь что-то сказать. А вот я, я старался добро делать, по крайней мере, я старался жить нормально и не делать какому-то зла. Поверьте, это все ничего. Это никого не спасет. Потому что тебе, чтобы попасть на небеса, тебе нужна такая праведность, как и у Бога. Святость такая. Ты не можешь заразный, туберкулезный в кавычках, с открытым туберкулезом, вдруг попасть в нормальное общество. Ты не можешь. Ты с грехами, со своими, ты не можешь. А ты можешь сказать, а я такой хороший был. Слушай, ты хороший был здесь, а вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот там. У тебя проблемы и грехи, и за них надо отвечать. Кто за тебя заступится? Ты ни статей не знаешь, ничего. А адвокат все знает. Адвокат тебя спасет. Поэтому нам всем нужен этот адвокат, Иисус Христос. Мы только что прочитали. Евреям 9.15. И потому он есть ходатай Нового Завета. Он есть ходатай. Исайя 53 глава говорится, что в конце, в самом конце этой главы, где Иисуса распяли, где Он там был, заплатил цену за наши грехи, болезни, проклятия, написано, что из-за преступников сделался ходатаем. Представьте, Иисус оправдывает не добрых людей. Чего их судить? Добрых. А преступников. А мы все преступники. Ты можешь, конечно, исповедовать, что ты там такой хороший, что у тебя так все гладко. Я говорю, за тобой камеру надо. За тобой надо просто агентов наслать и посмотрим. И тебе столько доказательств докажут, что ты плохой человек оказывается, что ты злой человек по большей части. Иисус так сказал, если вы, будучи злы, умеете даяние доброе давать детям вашим. Иисус сказал, вы злы. Вы, будучи злы. Он ко всем это говорил. Он не говорил это, ты только злой, ты нормальный отец. Ты нормальный. Нет, Он знал, что злость, она живет в людях. Иисус есть наш ходатый адвокат. Задача его оправдывать. Написано, что Он есть спаситель мира. Он спас этот мир. Он своей кровью. Когда дьявол приходит пред Бога и говорит, он сейчас согрешил. Он должен умереть. Приходит Иисус и говорит, это мой человек. Обвинения будут представлены серьезные и много. Послушайте, даже самого хорошего человека по нашим меркам будут судить. Есть за что прихватить. Есть. Никто никуда не скроется. Ты в мыслях думаешь плохо, желаешь добра ближнего, а ты уже не раз пожелал, потому что у кого-то оказалась вещь лучше, чем у тебя. Ты пожелал. Ты позавидовал. Все. Это еще легкие грехи. Их намного серьезнее и больше. Когда против нас будут факты, 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 миллиарда фактов, человек не сможет оправдаться ничем. Ему нужна помощь. За ним должен кто-то стоять, кто-то образованный, кто-то сильный и оправдывать. И говорить, отец, это мой человек, посмотри на нем моя кровь. Все. Судья говорит, выношу приговор, оправдан. Ты. Из тебя прям просто весь страх, весь ужас. Слава Богу. Иду на небо. Это будет с нами, поверьте. Когда мы умрем, мы услышим это. Оправдан. О, Господи, я так переживал, думал, ну мало ли, а мало ли что там. И все. Ну как же. Послушайте, статус каждого человека необходимо сменить с грешника на праведника. И если не изменить статус грешника, то на суде, когда пойдут обвинения, некому будет заступиться за человека. Человек будет разбираться сам. Вот просто человек, который попал на суд, он же не разбирается ни в законах, он не может доказать, он не знает, как вообще надо поставить дело, ход дела. Он не знает. Его сразу осудят, потому что есть улики, вещественные доказательства против. И их так много, не один, не два, а триллионы. И ты будешь смотреть, и что, это я столько нагрешил, что ли, за жизнь? И может, это не мои, это дьяволы грехи? Бог тебе скажет, нет, нет, это твои, твои грехи. Да нет, я вообще хороший человек. Нет, Господь тебе скажет, триллионы, триллиардов, это все твое. Представь. И тебе нужно за них отвечать, пожалуйста, тебе вниз. И там начнется крики, ужасы. Как? Что? Несправедливо обвинили. Все справедливо. Поверьте, Бог справедливый судья. Он неподкупный судья. Он честный. То, что ты хотел, то ты и получил. Поэтому статус нужно изменить. Вот почему нужно покаяться? Почему нужно покаяться? Признаться в своих грехах, попросить прощения у Бога, принять Иисуса в свое сердце. Вот тогда меняется статус. Если статус не изменить, если ты считать будешь себя грешником, а не праведником, то ты будешь отвечать за себя сам. Но те люди, которые сменили статус, то есть, мы же все были грешниками, кто-то и остается грешниками, а кто-то подумал, слушай, о чем мне терять? Я попрошу у Бога прощения, он мне все простит. Покаялся в своих грехах, Бог простил все свои грехи, оправдал такого человека, и этот человек стал праведником. Послушайте, только не надо заблуждаться, что праведники не грешат. Я вам скажу, знаете что? За грешников Бог не может заступиться, а за праведника он заступается. Поэтому у дьявола проблемы, большие проблемы. Он хочет уничтожить абсолютно каждого человека, вплоть до тех, кто ему служит, и на хорошем счету у него. Он их всех ненавидит, у него нет любви, он ненавидит слуг, которые ему служат, и они думают, что они выслуживаются перед ним, и он им что-то даст. Он ничего дать не может. Он может что-то украсть в одном месте и тебе дать ворованное. Поэтому нам нужно сменить наш статус, как многие верующие считают себя грешниками. Нет, это неправильно. Мы праведники. Почему? Кровь его, кровь Иисуса оправдала нас. Но это не значит, что человек праведник не согрешает. Библия говорит, что праведник упадет семь раз, и встанет. А вот грешники, они не падают, они лежат. И хрюкают. Если человек изменил свой статус на праведника, то это значит, что он оправдан. Праведник, то есть оправданный, за такого человека заступится ходатай нового завета Иисус Христос. Потому что нету, Библия говорит, человека, как сказано, нету делающего добро и негрешащего. Даже добрые люди, но они грешат. А это преступление, это жестокое преступление против Бога. Знаете, слава Богу, что у Бога есть план для каждого человека. К сожалению, не каждый выбирает этот план. Апостол Петр говорит, Деяние 4.12, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Послушайте, многие люди говорят, ну ведь есть же и мусульмане, есть же там буддисты, кришнаиты, там эти, другие, те, у нас у всех один Бог, мы просто каждый по-своему верим. Послушайте, что говорит Слово Божие, что нету другого имени. Ты там можешь верить, и это твое право, это твой выбор. Но другого нету имени, есть только единственное, которое может спасти имя Иисуса Христа. Потому что, когда произошло чудо, хромой встал и начал ходить и скакать, который вообще не мог даже ходить с детства, то сбежался весь народ, и он сказал, что имя того, кого вы распяли, которое воскресло из мертвых, оно укрепило его колени. Оно, имя Иисуса, представьте, сделало это чудо. И дальше он говорит, что нету другого имени. Ты можешь называть, и ты можешь верить в то, что ты правильно веришь. А Слово Божие говорит, что нету другого имени. Тебе единственное, что может спасти с этой грешной, я сказал бы даже так, проклятой земли. Потому что Бог проклял землю. Он сказал, проклятая земля за тебя. А проклятие, это означает, что пришли демоны и бесы. Вот что значит проклятие. Это когда дьявол приходит. Аллилуйя. Я просто благословляю и молюсь, чтобы Слово Божие достигло вас. И то, что не сказал я, чтобы Дух Святой вам переформатировал для вас, под вас именно, чтобы вы могли задуматься, чтобы мы все вместе могли задуматься. Я бы не стал это говорить, если бы не хотел вас видеть и себя на брачном пире. Я бы вам не стал говорить. Я бы, знаете что, я бы вам сейчас комплименты говорил бы. Я бы говорил, как классно, что Господь нас любит. И никогда я бы скрыл бы эти слова, что Господь вам скажет в день последний. Я никогда не знал вас. Если вы такие слова услышали, вы на небо не попадете точно. Вот именно поэтому, что я хочу вас увидеть на небесах, я говорю это все. Это цель, это мотив. У меня нету мотива корыстного что-то от вас получить. У меня все есть. Мне Господь дал все. У меня слава Господу все. За все слава Господу. Я вот так скажу. Но я хочу вас видеть на небесах и вместе с вами сидеть за столом Иисуса Христа и Отца и Святого Духа и радоваться еще тысячи и тысячи и тысячи миллионы святых. И мы будем там хохотать, радоваться, вспоминать, общаться. Это будет такая радость. Послушайте, не надо менять этот мир, этот мир на Христа. Не экономьте на Боге. Не экономьте на Боге. Вам сказать еще более точнее? Скажу. Не экономьте на Боге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok